3 сентября во многих странах мира отмечается день окончания Второй мировой войны. Сегодня в Магадане в честь героев, которые не жалея себя сражались за мир, в сквере Победы состоялась торжественная церемония памяти. У монумента «Узел памяти» во время мероприятия военнослужащие несли почетный караул. Почтить память героев пришли ветераны, жители и гости города, представители власти, общественности и силовых структур. Память погибших героев почтили минутой молчания и оружейным залпом. Далее состоялось возложение цветов к монументу «Узел памяти». Сегодня мы вспоминаем всех погибших в этой страшной войне, которая унесла очень много жизней, чтобы люди помнили об этом всегда, ради чего это все было. Вторая мировая война велась на территории 40 государств и была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольший жертв понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Сегодня в государстве отмечаются два события. Это первое, конечно, день окончания Второй мировой войны. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается каждый год, также 3 сентября. В этот день Россия вспоминает жертв террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех жертвах террористической агрессии. Да, терроризм это болезнь, от которой выздороветь практически невозможно. Не зря ее сравнивают с раковой опухолью. Ликвидируя одних лидеров, сразу же на их место приходят другие и продолжают вести свои джихаты против конституционной власти и тех, кто ей подчиняется, продвигая понятные только им правила и законы. Почему раковая опухоль? Потому что помимо основных организаций они пускают свои метастазы в виде террористических ответвлений, которые расползаются и заполняют практически весь мир. Нет такой страны, в которой та или иная террористическая ячейка не существовала бы и не пыталась вести свою деятельность, которая в итоге заканчивается кровопролитием, будь то разжигание и участие в военных конфликтов, либо одиночные теракты. Сегодня в День солидарности и борьбы с терроризмом мы проводим акцию «Помнить, чтобы жить», где любой желающий может прийти на памятник землякам-калымчанам, погибшим в локальных конфликтах, возложить цветы, поставить лампады в память о тех, кто погиб именно в терактах, которые были у нас по всей стране, и их достаточно много, мы о каждом помним. И у нас уже второй год проводится наша региональная акция, которой нет нигде, это акция «Голубь мира». Наша организация разработала значок «Голубь мира», и курсанты, волонтеры распространяют этот значок на значке на этом, на обратной стороне визитки расписано, куда нужно обращаться. В случаях, конечно, в таких неблагоприятных случаях, куда нужно именно обращаться. Напомним, один из самых массовых терактов весь мир запомнил 11 сентября 2001 года. Тогда два захваченных пассажирских самолета протаранили башни Всемирного торгового центра, а третий самолет врезался в здание Пентагона. Тогда при теракте погибло около трех тысяч человек. Говоря о нашей стране, то мы не понаслышке знаем о терактах. Мы прекрасно помним взрывы домов в Москве, в Буйнакске, в Волгодонске. Мы помним захваты террористами-заложников в Буденновске, во время мьюзикла «Норд-Ост» в Московском театре на Дубровке, в Беслане, взрывы в метро, поездах, в аэропорту Домодедова и другое. Знаем и помним и скорбим по тем погибшим, кто стал жертвами тех бесчеловечных деяний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова